Катастрофа Несколько очень важных открытий, которые, хочется надеяться, прольют больше света на истинные причины трагедии, которая произошла с лайнером Меня зовут Антон Челышев, а в нашей студии обозреватель Комсомольской правды Николай Варсеков Николай, здравствуйте И независимый технический эксперт Юрий Антиков Юрий Николаевич, здравствуйте Николай, давайте вот с чего начнем Почему вы сейчас 4 года, практически 4 года спустя, винов, решили туда вернуться Что искали, на какие вопросы, на какие ответы, и, может быть, наоборот, хотели поставить многое? Дело в том, что мы этой историей с коллегой, можно уже сказать, с Юрием Антиповым занимаемся с момента ее возникновения и по сегодняшний день На сегодняшний день она перешла в такую галотекущую стадию расследования со стороны западных специалистов И, по моему мнению, она вообще вошла в какой-то полный тупик И западная сторона не знает, какое, значит, заключение давать по факту гибели Боинга Это если говорить об официальных, так сказать, официальных документах Но в массовое сознание, как кажется, вбили уже во всем виноваты ополченцы, которым помогала Россия Что там расследовать так? Да, да, разумеется, так Массовое сознание, оно давно вот этим одурачено Вот, и такая теория есть, так сказать Но чем больше, начиная, это, если вот смотреть на всю эту ситуацию весьма поверхностно Но когда начинаешь глубоко изучать и копаться Вот, возникает масса вопросов, которые противоречат вот этой теории Что ополченцы или русские даже вот сбили какие-то, и Бог, этот самый несчастный Боин Вот, почему? Ну, первое на первое, как я уже писал и заявлял, еще раз подчеркну Самое главное, нету никаких космических снимков с места происшествия, так говорить Хотя они, несомненно, должны быть, и они, несомненно, есть Но поскольку западная сторона, эти снимки, американская сторона, натовская разведка космическая, их не выкладывает Ясно, что они, говорят, не в пользу этой теории И что ополченцы, или даже мы, это были люди Почему я уверен, что есть эти снимки? Потому что известная история в 2001 году, когда украинцы, значит, случайно на учении ракеты С-200 избили самолет Рейс от Дель-Авив новосибирской компании Сибирь То американцы сразу, буквально первые часы, о том заявили, что вот, мы из космоса все видели, не надо врать Ну, тогда у нас были хорошие отношения, тогда не было такого, что... Вот не надо врать ключевое слово, потому что тогда официальный Киев изначально, как только пошли первые предположения, все отверг тут же Да, да, вот, ну а потом, значит, уже их президент Кучма под давлением неопроверженных улик на девятый день после трагедии вынужден был признать Хотя он очень коряло это сделал, но, тем не менее, ну да, типа, ну, бывает что-то, ошиблись и ошиблись Вот, в данном случае, с 2001 года по 2014 прошло определенное время, когда космическая техника, космическая вот эта разведывательная техника, она, конечно же, стала куда более совершенной и более массовой Ну, вот, мне сложно представить, что вот в этот момент, там, где шли боевые действия, самые-таки напряженные боевые действия за Саур-Мобилу Что в этот момент там не присутствовали, что вот эти спутники-шпионы, которые не следили за какой-то ситуацией, у них первоядных действий Ну, вот, это, конечно, исключено, тем более, что это все произошло средь бела дня Ясным вечным днем, ну, то есть не очень ясным, там где-то наполовину он был сумрачный Тем не менее, значит, самолет летел на доплакане на высоте более 10 тысяч метров Ну, вот, и как он пролетал, и как он погиб, естественно, этот счет есть очень ясные снимки И самое главное, есть то, что скрыть нельзя, это слова свидетелей И вы вновь с ними встречались, и вновь они ответили на вопрос о том, что тогда произошло Я предлагаю сейчас несколько свидетельских этих историй услышать, а потом вы, Юрий, эти слова прокомментируете Давайте начнем с того, что сказала Наталья Волошина, глава Петропавловской сельской администрации Есть жители, которые утверждают, что видели в небе и самолеты Военные Скорее всего, да, поскольку если бы это был этот самолет, его сложно было увидеть, он шел на большой высоте А военные самолеты в этот период времени довольно часто летали над нашей территорией И производилась в этот момент с воздуха бомбежка в районе Саур-могилы Поэтому люди научились определять, что вот летит военный самолет и ждали Услышим мы далеко, что он сбросил что-то То есть курс военных самолетов, он проходил как раз на большинстве Юрий, вот это была Наталья Волошина, глава Петропавловской сельской администрации Вы готовы поверить то, что люди по звуку двигателей научились определять Летит гражданский, военный, на какой высоте и так далее? Перед тем, как двигаться дальше в вопросах решения все-таки тайны крушения МХ-17 Я хотел бы сказать, что к сожалению моему, и это сожалению уже давно у меня созрело Что Россия недостаточно квалифицирована, делая информационную борьбу с теми фейками Которые возникли после крушения этого самолета Сначала мы на пресс-конференции Министерства обороны озвучиваем Что их локаторами были зафиксированы пролеты военных самолетов А затем мы сами себе противоречим И на пресс-конференции того же Министерства обороны Где обсуждался вопрос о локаторе Утес-Т Мы сообщаем всему мировому сообществу Что ближайший летательный аппарат в зоне крушения МХ-17 Был на расстоянии 30 километров Ну ребята, мы тем самым дезавуируем сообщения То, что там говорит и Волошина То, что говорят десятки свидетелей, которые своими глазами Сами видели военные самолеты в зоне крушения Мы дезавуируем их И получается, что мы подводим Россию Ведь достаточно будем на пресс-конференции только сказать Что локатор не в состоянии увидеть летающие объекты На высоте ниже чем 5 километров из-за слепой зоны И тогда все бы встало на свои места К сожалению, эта ошибка министерства обороны была не единственная Вы помните и случаи с видео в Луганске Где мы сказали, что это Красноармейск Нет, это, к сожалению, точно был Луганск И таким образом получается, что мы проводим так защиту Что в конечном итоге привело к тому Что уже весь мир априори практически считает, что Россия виновата Мы к версии с битбуком, к версии, точнее, к версии Акфото и видео этой самой установки в Луганске Вернемся чуть позже Пока давайте послушаем следующего свидетеля Но прежде чем мы перейдем к словам жителя Петропавловки Льва Булатова Хочу вас спросить, а что с расстояния в 30 километров и свыше Самолет военный не может запустить ракету класса воздух-воздух и поразить цель? Ну, дело в том, что, как было сказано на пресс-конференции Ближе чем 30 километров не было ни одного самолета И это были гражданские самолеты То есть военных самолетов на этом расстоянии вообще не было зафиксировано Как я объяснил, они просто находились ниже В силу даже своих характеристик Су-24 не может подняться выше 5 километров И так как многочисленные свидетели видели эти самолеты Значит, самолеты были ниже облачности А облачность в тот день была не выше 2 километров И, соответственно, они... И правильно сказала Волошина в своем интере, что 10 километров, это Боинг, был за облаками А вот эти самолеты, находящиеся около земли Были хорошо видимы теми жителями, которые являются свидетелями Большие грани летели ниже уровня облачности На высоте не выше 2 километров И летели в мертвой зоне для локатора УТЕС-Т Единственная фраза... Это ключевой момент, да Которая была бы сказана на пресс-конференции И таким образом мы бы связали концы с концами А получилось таким образом, что мы опять себе противоречим Мы сейчас делаем небольшую паузу Не будем себе противоречить Через несколько минут продолжим этот разговор Это Комсомольская правда, прямой эфир, оставайтесь с нами Авиакатастрофы Редактор субтитров А.Семкин